Здравствуйте! Доброе утро, добрый день и добрый вечер! Приветствую всех, кто подключается к этой встрече. Издалека я рад видеть здесь так много заинтересованных в этой теме людей. Мы начнем буквально через несколько минут. Мы ждем одного из участников дискуссии. Энре, давайте, может быть, мы начнем постепенно это заседание. Меня зовут Хорхек Фансио, я работаю в правительстве Швейцарии и являюсь одним из модераторов этой дискуссии. Астер Хуйзен является вторым модератором. Добро пожаловать! На заседание, посвященное глобальному цифровому договору. Эта сессия была организована конституционной группой множества заинтересованных сторон при IGF. Называется это заседание «Глобальный цифровой компакт. Договор и далее. Точка зрения многих заинтересованных сторон». И действительно, у нас среди участников дискуссии есть представители многих сторон. Пол Уилсон Апник, техническое сообщество. Я вижу, что он идет по проходу и скоро поднимется на сцену. Пол, мы вас видим. Пол, бегите. Простите, наверное, это моя швейцарская пунктуальность, а может быть, японская пунктуальность. Мы всегда стремимся начать работу вовремя. Валерия Беттенкур, которая представляет ассоциацию по прогрессивным коммуникациям, представляет гражданское общество из страны ГРУЛАКа. Далее у нас есть представитель частного сектора, также из ГРУЛАК, Констанц Делорс. Подключится по видеосвязи. Она работает в Институте проекта «Свобода», то есть представитель научных кругов. Далее послан Беттангем Гемму. Это посол Кении в Бельгии. И он принимал активную часть в проведении IGF в Найроби в 2011 году. А также Амаде Гелл, специальный посланник генерал-секретаря по технологии. И он также из Индии. Мы постараемся сделать так, чтобы эта сессия была максимально интерактивной. В общем и целом мы собираемся разделить ее на три сегмента. Первый сегмент будет посвящен процессу составления глобального цифрового договора. мы ведем этот процесс, у нас еще нет итогов работы. Вторым сегментом будет являться содержание этого документа, что войдет в этот документ. Документ очень важный. И третий сегмент будет посвящен последующим, будущим шагам и в обзору. В рамках каждого из этих сегментов я попрошу каждого из участников дискуссии поднести короткое выступление, не более двух минут каждому. Это наш регламент. Ну а потом мы дадим слово залу. Ну а после того, как мы таким образом обсудим все три сегмента, мы сможем также ответить на вопросы. Спасибо, Хорхе. Добавить мне нечего, говорит Хенриэта. Глобальный цифровой договор – это не новый документ. Нужно отметить, что он уже широко обсуждался, что высказывалась озабоченность относительно того, что это означает с точки зрения будущего форума по управлению интернетом. И не совсем было понятно, в каком направлении движется работа. Но необходимо отметить очень положительно то, что процесс подготовки этого документа заставил задуматься сообществу о том, какова роль форума по управлению интернетом, привлечь сообщество по управлению интернетом, взаимодействовать с другими, поскольку наше сообщество нередко имеет тенденцию закукливаться, напомнить нам о том, что есть другие процессы в мире, которые занимаются, может быть, более широкомасштабными вопросами, которые тем не менее пересекаются с той проблематикой, которой занимаемся мы. И, кроме того, это заставило нас задуматься о том, какая работа ведется в рамках региональных и национальных инициатив под эгидой IGF, и проинформировать об этом тех, кто об этом не знал. То есть, с моей точки зрения, этот глобальный цифровой договор в большой степени пробудил наше сообщество, заставил нас задуматься и более активно подключиться к работе. Поэтому я хочу обратиться к участникам дискуссии с вопросом, рассказать о том, каким образом этот процесс может укрепить и расширить работу, которая уже ведется по этой проблематике. Я открою первый сегмент, который будет посвящен процессу работы. Пол, обращусь сначала к вам. Вы не могли бы произнести первое выступление? в рамках этого сегмента. Спасибо, Энриетта. Большое спасибо, уважаемый модератор, за то, что вы даете мне возможность выступить первым. Действительно, правительство переходит к переговорному процессу по глобальному цифровому договору. И нам нужно не забывать о том, что наличие эффективной стабильности, способности к масштабированию интернета не нужно воспринимать как данность. Все эти характеристики являются неотъемлемыми элементами интернета. Я представляю технические сообщества. У нас есть технический уровень, с которого все зависит. И в большой степени становится независимым. Поэтому, конечно, порой легко начать воспринимать интернет как данность. Но вне зависимости от того, как ведется процесс по глобальному цифровому договору, является ли он многосторонним, этот процесс или нет. Но так или иначе, интернет будет в дальнейшем процветать. Я сейчас озвучиваю точку зрения технического сообщества. Так вот, он будет продолжать процветать только при активном участии всех заинтересованных сторон. Есть критически важные характеристики интернета, которые могут пострадать и привести к фрагментации. Давайте вспомним, что интернет, подход, основанный на части множества заинтересованных сторон, не был изобретен на встрече на высшем уровне по интернет-обществу. Но необходимо отметить, что последние 20 лет этот подход тщательно рассматривается многими. И нельзя забывать о том, что это процесс, который не происходит автоматическим образом, что это требует огромной работы от всех участников, и что он очень уязвим, потенциально хрупок. И это означает, что необходимо признать его значение. И необходимо подчеркнуть, что процесс участия множества заинтересованных сторон необходимо поддерживать, защищать и сохранять. Надеюсь, что глобальный цифровой договор также будет иметь это в виду. Благодарю вас, Пол. Слово вам, Итенге. Мне кажется, что эта сессия происходит очень своевременно. Интернет играет принципиально важную роль в нашей жизни. Во время пандемии мы благодаря интернету могли взаимодействовать, работать с микропредприятиями, использовать платформы для того, чтобы заниматься бизнесом и так далее. То есть это очень важное пространство. И глобальный цифровой договор – это очень своевременный документ, поскольку он задаст направление деятельности, вектор деятельности в области регулирования интернета. Я надеюсь, что мы будем продолжать обсуждение в рамках модели с участием множества заинтересованных сторон относительно того, каким образом регулировать вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Нам необходимы стандарты во всем мире. Да, сейчас очень много интересного происходит. Молодежь использует цифровые технологии для поиска новаторских решений, для повышения производительности труда. И нам необходимо, чтобы была возможность обсудить все это, для того, чтобы все мы могли двигаться вперед. На этом я пока остановлюсь. Спасибо, Ролл. Спасибо, Генриэта. Но прежде всего нам необходимо признать, что Генеральный секретарь ООН ставит дискуссии по глобальному цифровому договору в качестве одного из важнейших вопросов мировой повестки. С тех пор, как была создана группа высокого уровня по цифровому сотрудничеству, это очень положительный момент. В том, что касается самого процесса, мне кажется, что мы могли бы внести больший вклад и лучший вклад. Действительно, очень трудно организовать глобальный инклюзивный процесс. Мир велик и очень разнообразен. Мне кажется, что мы могли бы более активно участвовать в консультациях, больше специалистов направить, провести больше обсуждений, проводить консультации на региональном уровне, привлекать больше людей к обсуждению. Я лично представляю частный сектор. Малые компании, ассоциации малого бизнеса не знают о том, что происходит. Я был в Уругвайе две недели тому назад. Там был глобальный саммит членов парламентов. И кто-то там упомянул глобальный цифровой договор. И тогда я осознал, что большинство присутствующих вообще не знают о том, что ведется этот процесс. Я даже не знаю, как это сейчас уже исправить. Но если говорить о самом процессе составления глобального цифрового договора, мне кажется, что мы могли бы внести больший вклад в эту работу. Ну и последнее мое замечание касается непосредственно частного сектора. Частный сектор — это группа заинтересованных лиц, в которых это характеризуется очень большим разнообразием с точки зрения местонахождения компании, размера компании и так далее. Поэтому нам необходимо куда больше работать в этой связи. Валерия, большое спасибо, Генриетте. Мне бы хотелось использовать эту возможность для того, чтобы озвучить проблематику, которая беспокоит гражданское общество. Мы считаем, что есть некоторые аспекты, которые являются критически важными. Чаяния глубокого цифрового договора, которые касались подхода с участием множества интересных сторон, в большой степени сошли к нулю. Потому что мы надеялись, что этот процесс будет следовать принципам, которые были приняты на встрече высокого уровня по информационному обществу. однако с тем, которые гласят, что многосторонний подход и подход с участием множества населения с населением не является взаимосвещающими, что это необходимо для того, чтобы обеспечить процесс обеспечения управления интернетом. Но пока тенденция была такова, что не предоставляется возможности гражданскому обществу, потому что гласят, что не информируется своевременно и неизвестно о том, каким будут форматы и итоги, и каким образом тот вклад, который предоставляется в рамках оригинальной консультации и так далее, глубокого анализа, как это будет использоваться в банальнейшем. И человечество, и планеты сейчас испытывают последствия глобальной пандемии. Это привело к усугублению неравенства и структурного неравенства и беспрецедентной климатической катастрофы. Мы надеялись на то, что глобальный цифровый договор обеспечит наличие четких связей с уже существующими процессами на фоне быстро меняющего контекста, в рамках которого общественные вопросы, связанные с интернетом, постоянно нарастают, и очень трудно провести границу между тем, что является цифровым и что цифровым не является. И таким образом невозможно формировать цифровое будущее, если мы будем исключать голоса тех, на кого повлияет эта цифровизация, и лишь ориентироваться на интересы тех, кто заинтересован в сохранении статуса КВО. Глобальный цифровой договор мог бы скопировать модель обзора высшей встречи по информационному обществу, при котором, да, действительно, правительство и межправительственный характер дискуссируют с ведущим, но при этом позволяют активное, реальное вовлечение других сторон на стадии подготовки. Инклюзивность должна быть нормой, а не исключением. Спасибо, Аман Дип. Спасибо большое, спасибо. Мне кажется, что, Валерия, очень четко все сформулировано. Мне нравится, что вы упомянули не цифровые вызовы. Глобальный цифровой договор – это не одиночный процесс, это один из элементов саммита будущего. На саммите будущего будет множество других направлений, которые не касаются цифрового будущего, но глобальные кризисы требуют реформы мировой, финансовой архитектуры, необходимо добиться прогресса по ЦУР, необходимо определить новые рамки построения мира в мире. То есть глобальный цифровой договор является одним из элементов этой картины. И действительно, как сказано в нашем докладе по глобальной повестке дня, это один из 12 важных элементов, над которыми работает международное сообщество. Во-вторых, мне хотелось бы сказать следующее. Мы только что завершили первый этап работы, а именно этап консультации. Да, у нас ограничены ресурсы, у нас ограниченное время. У меня очень маленький бюджет и маленькая команда. И я считаю, что наша команда и все модераторы смогли получить вклад от 7 тысяч различных структур. Мы провели несколько глубоких аналитических встреч. Были проведены консультации в Нью-Йорке, в Женеве, в Африке, в Латинской Америке, в Азии. Региональные консультации. Кстати, они еще проводятся, вот в конце этой недели, например, будет проводиться консультация в Сеуле, в Корее, в этом регионе. Так что мы будем продолжать работать в рамках открытого инклюзивного процесса, проводить консультацию, прислушиваться к участникам, прислушиваться к мнению людей. Поэтому в большой степени, и вы слышали это в выступлении генерального секретаря и в информационном документе по положению дела в области глобального цифрового договора, мы пытаемся изменить парадигму и расширить сферу участия. В какой-то степени можно сказать, что есть определенная логика этого процесса. Если говорить о высоком уровне, один из моих учителей по йоге говорит о необходимости создания структуры для того, чтобы вывести экосистему на иной уровень, потому что проблемы нарастают экспоненциальным образом, и нам всю экосистему нужно вывести на другой уровень реагирования, скорости реагирования. И именно на это опирается видение генерального секретаря. Поэтому это следующий уровень программы информированности. Поэтому в какой-то степени, когда вас заставляют расти, то тогда же нечто должно измениться и в умах, и в телах. Потому что организм всегда сопротивляется изменениям. Но мы продолжаем работать над этим. Я прошу вас не терять этого из виду. В Адис-Абебе мы спустили процесс. Я рад, что мы будем продолжать этот процесс. Я рад, что посол Руанды входит в наш состав. И мы благодарны вам за активное участие сейчас и в дальнейшем. Большое спасибо всем за то, что вы следуете регламенту. Констант Баларан де Луз не смог подключиться. Поэтому, Хорхи, я думаю, что можем обратиться к залу теперь. Прекрасно, говорит Хорхи. Как мы сказали уже в самом начале, мы надеемся на то, что это заседание будет максимально интерактивным. Не будем дожидаться конца заседания, а дадим вам слово сейчас. Поэтому, госпожа Агнес Вачукивичуте, простите, если я неправильно произнес ваше имя, заместитель министра транспорта и коммуникации Литвы. Доброе утро. Мне было очень интересно выслушать все выступления. Я думаю, что у нас у всех одна цель в том, что касается будущего интернета. Я хочу выступить от имени группы заинтересованных стран, которые участвовали в процессе генерал-секретаря по цифровому сотрудничеству. На завершающих этапах переговоров по глобальному цифровому договору в ООН необходимо продолжать быть открытыми в кладу со стороны множества заинтересованных сторон. Я думаю, что с этим были согласны все выступавшие. В том, что касается саммита будущего, то IGF должен играть принципиальную роль в реализации принципов и обязательств, которые будут взяты на себя в рамках цифрового договора и в области обеспечения устойчивого, инклюзивного, свободного, доступного договора. Мы провели обсуждение в Юродикс и в Вильнюсе, и здесь, в Японии, в IGF. И мы готовы со своей стороны предоставить канал для дальнейшего внесения вклада в эту работу. Заинтересованных сторон мы хотим пригласить вас также принять участие в Юродике, который пройдет в Вильнюсе в следующем июне. И, как уже говорили коллеги, это лишь первый шаг. И все, кто находится в зале, все, кто находится на сцене, хотелось бы, чтобы каждый узнал обо всем процессе и о дальнейших шагах. В том, что касается переговоров, то я надеюсь, что переговоры в следующем году будут конструктивными, и благодаря этому мы сможем создать интернет, к которому мы все стремимся. Спасибо большое за ваши мысли, за ваш вклад и за соблюдение регламента. У нас четыре микрофона в зале, и по традиции, которые существуют в IGF, вы можете подходить к микрофонам и выступить. У нас есть время для того, чтобы дать возможность выступить, может быть, троим или четверым. И не забудьте представиться, пожалуйста, когда подходите к микрофонам. Эзи Рохман, я из Бангладеша. Мы участвовали с самого начала в процессе составления международного договора, участвовали в глубоких аналитических сессиях. Большое спасибо за то, что вы нас привлекли к этой работе. Если говорить о последней подготовительной встрече, то там не нашлось места гражданскому обществу. Мы бы были очень благодарны вам за предоставление нам возможности принимать участие в этой работе на страновом уровне. Спасибо. Очень конкретный вклад. Джордан Катте, вам слово. Спасибо, Хорхи. Доброе утро. Я администратор домена АМЭЮ. Выступаю в своем личном качестве, однако. Я согласен с комментариями относительно необходимости управлять инновационность в рамках этого процесса. Я считаю, что сообщество по управлению интернетом на основе множества заинтересованных сторон должно не просто вносить вклад на основе консультаций. Мне кажется, что системе ООН необходимо рассмотреть инновационные подходы, которые могут позволить учесть их вклад на этапе переговоров. То есть не только консультации, но и непосредственного участия. Я понимаю, какова многосторонняя система, как работает система ООН. Я понимаю, что это будет непросто, но мы считаем, что система управления интернетом лучше всего происходит не просто, когда вы прислушиваетесь к мнениям, а когда вы позволяете сообществу внести вклад во формирование решений. Да, это уже было сделано. У нас есть примеры тому в рамках, например, встречи на высшем уровне по интернет-обществу. Поэтому я хотела бы призвать представителей правительств, которые находятся в этом зале, поскольку вы являетесь ключевыми игроками в системе ООН, внести инновационный подход в этот процесс и не просто проводить консультации с нами, а непосредственно вовлекать нас. Благодарю вас. Большое спасибо. Либо я, как представитель правительства, принимаю к сведению ваше мнение. Не стесняйтесь, подходите к микрофонам. Может быть, у нас есть комментарии от удаленных участников? Вам удается за всем уследить одновременно, Генриетта. Активная поддержка комментариев Джордана Картера. Позвольте мне добавить следующий и задать следующий вопрос к участникам дискуссии. Может быть, мы недооцениваем степень сложности? Ведь это очень две разных модели управления. Обе несовершенны. Обе модели требуют совершенствования. Я говорю о многосторонней модели с одной стороны, с другой стороны, модели с участием множества заинтересованных сторон. Как сделать их взаимодополняющими? Пока мы бодаемся друг с другом, нам необходим инновационный подход, который позволит их совместить. Есть ли у нас комментарии от удаленных участников? Нэна Дахама поднимает руку. Мы можем включить микрофон? Она хотела бы выступить. Нэна? Нэна, можете говорить. Её микрофон всё ещё отключён. Вы можете напечатать ваш вопрос, если хотите. Мы его прочитаем. Теперь мы вас слышим, Нэна. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. По мере того, как мы входим в фазу переговоров, мы понимаем, что это в основном правительственный вопрос. И, как уже говорили, мы хотели бы, чтобы это было не только правительственным процессом. Хочу сказать, что регулярные обновления и новости по тому, что в этом процессе происходит, нужны, чтобы мы могли следить за происходящим. Посмотрите, насколько высоко участие в киотском форуме от удалённых участников. Важно понимать, чтобы глобальный цифровой договор понимал, что основные участники находятся не в Нью-Йорке и даже не подключены онлайн. И я хочу сказать, что регулярно нужно обновлять новости и давать нам понять, что происходит. Спасибо, Нэна. Давайте двигаться дальше. Потому что мы уже закончили. У нас уже стекло время первого сегмента. Всем спасибо. Хорхи, я ещё хочу прочитать один короткий вопрос от Фионы Александры. Что, какие перемены мы можем увидеть в процессе, в будущем? Хороший вопрос. Может быть, кто-то из экспертов может ответить на этот вопрос в своих следующих выступлениях. Или у кого-то, может быть, есть короткий комментарий, короткий ответ. Джордан говорит очень важное о том, что необходимо вовлекать участников. Я не сомневаюсь в том, что у нас тут будут тысячи таких вкладов. Я сам принимала участие в такой работе, когда несколько правительств организовывали консультационные сессии. Ясно, что здесь нам комфортно консультироваться с присутствующими. И у нас комфортно и для консультации форматы, и комментариев. Фиона тоже говорит очень важную вещь, что для того, чтобы в будущем наш саммит, и саммит будущего был успешным, нам нужно подключать как можно больше участников и обеспечивать еще лучшее участие, чем было в 2005 году. От нас ждут, что мы сможем улучшить процесс и качество работы. Спасибо за краткость вашего ответа. Несколько комментариев. Мне нравится, что у нас уже много новаторских инициатив, когда мы говорим об участии многих сторон, с привлечением многих сторон. Как это можно улучшить и обеспечить не просто участие многих сторон, но вовлеченность их в процессе. Ответа у нас пока нет. Я считаю, что учиться нужно всегда. Международное обучение важно. Исторический контекст важен. У меня нет для вас идеального ответа, но сейчас идут переговоры по соглашению в области кибербезопасности, даже переговоры с договором в области химической индустрии тоже проходили долго, и они тоже требуют времени. Здесь есть люди, которые способствуют этому процессу, они слушают нас. И я думаю, что работа с государственными членами приведет к тому, что мы сделаем процесс открытым и настолько вовлекающим, насколько это возможно. Будут проведены брифинги, будет межсессионное общение. Это подход, который мы давно приняли на вооружение в деле подготовки переговоров к соглашению. Я хотел бы добавить, кроме того предложения, которое мы уже услышали, что хотел бы призвать вас работать с государственными членами, представителями которых вы являетесь, и становиться членами делегации в Нью-Йорке, в Женеве. Давайте решать эту проблему с разных сторон. Здесь нет волшебного решения, которое сразу бы всех удовлетворило. Да, отличное завершение и связка к следующему сегменту этой сессии. Как вы уже сказали, мы в процессе находимся. Мы, наверное, примерно на середине пути, и мы уже видели бриф этого документа. Мы видели его черновой вариант, и мы видели поддерживающие документы, разные их версии, которые обеспечивают более глубокий взгляд, но необходимы дальнейшие консультации. Уже ведется множество консультаций, учитываются разные перспективы. И это промежуточный этап в деле переговоров. И какова точка зрения ваша, уважаемые участники дискуссии, чего по-прежнему недостает глобальному цифровому договору, и какие инноваторские решения могли бы добавить ценности работе и сделать более осязаемой, значимой глобальную рамочную структуру по цифровому сотрудничеству. Аман Дип, давайте начнем с вас. Вопросы цифровой Вселенной множественные. Их нужно организовать, категоризовать. И есть способы организовать их так, чтобы выявить их суть. Предложения уже поступают о том, как это можно сделать, как можно подчеркнуть требования цифровой экономики, которые меняются, эволюционируют. Мы уже видим, что искусственный интеллект занял свою нишу в этой структуре. Мы видим, как растет к нему интерес. И до того, как начнется фаза переговоров, у нас еще будет время для команд, для координаторов собраться и решить, как можно организовать работу следующей фазы. Не думаю, что чего-то не хватает или недостает этому процессу. Но если вы посмотрите на проект политики, то вы увидите, что, конечно, это было сложно для всей системы ООН, для всех организаций ООН. И все приняли участие в том, чтобы сформировать единое, четкое видение структуры, которое ляжет в основу этого документа, как можно решать вопросы нанесения вреда в сети, защищать и продвигать права человека, обеспечивать доверие к цифровым технологиям и обеспечивать безопасность. Все эти вопросы, учитывая различия разных регионов и стран и возможности реагирования, правительств учитываются в этом процессе и особое внимание уделяется искусственному интеллекту. Это один из способов объединить все эти вопросы на стратегическом уровне. Поэтому принципы у нас существуют. Давайте теперь перейдем к плану действий. И в этом и заключается потенциал нашей работы. Спасибо, Амандип. Так что нам нужно, наконец, добавить действия. Валерия, вам слово. Глобальный цифровой договор стоит сейчас на середине пути, на перекрестке, я бы сказала. И то, чего нам удалось добиться в области связуемости, к сожалению, неравным образом распределено по всему миру. И поэтому это неравенство усугубляет те сложности, которые уже стоят на пути установления экономической справедливости и демократических принципов и ценностей. Если мы хотим достичь повестки 2030 со всеми ее целями, то необходимо объявить приверженность глобального цифрового договора принципам ЦУР для того, чтобы пожинать плоды дигитализации во всех странах и всем людям сделать их доступными. Кроме того, необходимо помнить, что наряду с инклюзивностью нельзя забывать о подотчетности действий и о подотчетности всех акторов развития цифровой системы, цифровой вселенной. Помним и о том, что законы должны служить катализатором новаторства и катализатором развития. Мы сегодня видим особые потребности развивающихся стран. Это связано не только с доступом к интернету, это комплексная структура, качество такого аксесса, доступа. Это и финансовый доступ, физический доступ и разные особенности регионов, которые разделяют потребности. Поэтому именно этот разрыв необходимо сокращать. Это и финансовый, и технологический разрыв, который требует финансовых и технологических ресурсов. Поэтому необходимо этот разрыв закрывать для того, чтобы предоставить доступ тем, кого его нет. Существуют договоры о свободной торговле, целью которой в частности является сокращение цифровых свобод людей, особенно это касается глобального юга. И поэтому эти правила торговли, несмотря на то, что речь идет о развитии экономическом, торговом, при этом здесь возникает сложный и чувствительный вопрос контроля данных, контроля цифрового пространства. Это фактически неоколониализм, о котором идет речь, теперь уже в цифровом аспекте. Поэтому структурная независимость здесь равна колониальному порядку. И необходимо продолжать работу в ОИО. Нельзя забывать о том, какие вызовы стоят перед нами. И работать над достижением целей глобального цифрового договора, не забывая обо всей многогранности этого процесса и многогранности этих целей. Реалистичный подход – это подход, который основан на правах человека, при этом с учетом геополитического неравенства. Давайте не забывать об этом и на каждом шагу нашей работы проверять себя на соответствии. Благодарю Валерию. Время, к сожалению, не позволяет подробнее освещать этот вопрос, говорит Хорхе. Спасибо, Валерия, за ваши мысли. Рауль, а вы что думаете? Спасибо, Хорхе. Мне кажется, что документ, который был нам представлен, это прекрасная коллекция тем, пунктов, которые должны быть включены в глобальный цифровой договор. Интересно видеть здесь сходство разных вопросов и тем с повесткой форума АЧФ. Это означает, что АЧФ является важной платформой для обсуждения этих вопросов. Что я ожидаю от глобального цифрового договора? Я ожидаю, что он подчеркнет позитивным образом введение технологии. Эволюция технологии не остановится. И нам нужно, чтобы она была гуманистичной, чтобы она отвечала требованиям гуманности, основанных на соблюдении прав человека. И мне хотелось бы, чтобы послание надежды соответствовало и было включено, когда мы говорим об инновации во всех странах мира. И давайте работать, учитывая этот вопрос, когда мы говорим о развитии и эволюции новых технологий. Это должна быть подотчетная работа. И, конечно, это вопрос, касающийся технологий и адаптации технологий во всем мире. Вчера об этом говорил премьер-министр Японии. Меня очень вдохновили его слова. Я не буду цитировать сейчас дословно. Но смысл был в том, что мы не можем игнорировать проблемы, которые у нас есть. Но мы можем при этом оптимизировать технологию, сокращая риски, которые сопряжены с ней. Примерно так я его услышала. И мне это показалось очень вдохновляющим, очень позитивным заявлением для глобального цифрового договора. Остановить технологию мы не можем. Давайте работать с ней. Давайте использовать ее на благо всех. Спасибо. Это важные мысли. Да, действительно, это одна из задач нашего времени. Найти этот баланс. Битань, вам слово. Я хочу привести два примера. В 2007 году один из операторов хотел получить разрешение на работу с цифровой валютой. И мы думали об этом, думали о разных пространствах, где эта валюта могла существовать. И правительство, конечно, эту перспективу пугало. Но в конце концов, возвесив все риски, удалось начать использовать цифровые валюты при этом с определенными ограничениями. И поэтому сейчас, когда я думаю об искусственном интеллекте, люди хотят регулировать его использование, при этом понимая, что нельзя избегать использования инноваций. Я был учителем много лет, и я видел, как можно использовать искусственный интеллект в образовании. Например, мы все учились, мы все изучали философию, мы понимаем, какие существуют всегда дилеммы и этические вопросы. В образовательной сфере существует множество программ, множество точек зрения. Ошибки делают все. Но с технологией то же самое, проблем не избежать. И мы либо соглашаемся с тем, что мы должны разрешить инновациям существовать. Сегодня, когда мы говорим о росте потребностей в образовательной системе, мы можем помочь бороться с теми предубеждениями, которые существуют против искусственного интеллекта, когда он просто очерняется, его называют однозначно просто угрозой. Спасибо, Бетан. Действительно, образование здесь важно, и образование лежит в основе любого движения вперед. Поль, что вы хотите добавить? Я думаю, что глобальный цифровой договор должен признать, что уже сделано, и строить дальше на основе того, что уже у нас построено и работает. И поэтому, если мы говорим о строительстве инклюзивного открытого интернета, то нам нужно подключить еще 33% человечества к интернету. 66% уже подключено, но не у всех у них есть значимая интернет-связуемость. Это значит, что мы продолжаем расти, и растет процент связуемости, растет процент доступа к контенту и к интернету, а значит, растет и способность интернетом быть актором в гражданском обществе. У нас сегодня во многом переходный период в последние 20 лет, и он не может всегда проходить гладко, неизбежны какие-то периодически возникающие проблемы. И это все выравнивается по мере того, как мы ведем диалог и находим способы сотрудничества. И у нас есть потрясающие инновационные решения, в том числе и в интернете, но не только. Вообще в целом в том, как организован процесс. Поэтому нельзя отрицать тот факт, что мы растем, и давайте наращивать на основе, которая у нас уже есть, продолжать стремиться к дальнейшему прогрессу. Не забывая, что уже большая работа проделана, и при этом продолжают меняться потребности. Многое из того, что мы делаем, требует срочного внимания. Со всем уважением к той работе, которая уже проделана, давайте принимать внимание о недостатке той работы, которая сделана, и давайте обратить внимание на то, что нужно все же продолжать делать. Валерия уже говорила о нецифровых проблемах, которые стоят перед нами. Хочу тоже это отметить. Спасибо. Я вижу, что Битань хочет ответить. Да, хорошая точка зрения, нужная, это важно. Но даже если мы охватим весь мир интернетом, у нас будет стопроцентная связуемость, все равно большая доля людей не будет пользоваться интернетом значимой, например, из-за языка. И вот как раз искусственный интеллект может, например, языковой барьер помочь преодолеть и помочь тем людям, которые не говорят на определенном языке, кроме своего родного, локального языка, связуемой пользоваться интернетом. Андре, Андре, я прошу прощения, у меня тут на экране проблемы с интернетом появились. Верите вы в это или нет? Но это так, как ни странно. Вот поступил вопрос от Амара Фаруха. Только что удалось подключиться к Амару. Я сейчас включу его микрофон. И опять у меня нет связи. Кто-то может помочь ему подключиться. Амрита, может быть, вы включите микрофон. И, пожалуйста, Амар, представьтесь и задавайте свой вопрос и делайте свой комментарий. Амрита, вы можете просто зачитать вопрос Амара. И, уважаемая, техническая поддержка у меня постоянно прерывается связь. Не могли бы вы мне помочь? Я не могу подключить Амара с его вопросом. Прошу прощения за это. Я читаю вопрос от Джо Ди Панди. Как мы можем подключить все заинтересованные стороны, если государства-члены не заинтересованы в инклюзивности и в критике, не хотят слышать критику? Спасибо. Я вижу, что Амар все еще не может подключиться. Я все еще не могу включить его микрофон. Спасибо, Амрита. Давайте еще один вопрос тогда выслушаем, а потом перейдем опять к Амару. Хорхея, могу поспорить, что когда я ведущая, больше вопросов из зала будет. Я Найджел Касимир из Карибского союза телерадиовещания. Это межправительственная организация государства Карибского бассейна. В нашу организацию входит 20 государств-членов. И мы наблюдаем процесс роста и развития глобального цифрового договора. В частности, в регионе Карибского бассейна мы малые островные развивающие государства в основном. И это накладывает свою перспективу, когда мы говорим об интернет-развитии. Здесь говорили об инклюзивности договора. Конечно, инклюзивность требуется. Мы говорили о том, что треть человечества так и не подключена к интернету. И многие не знают о возможностях, которые может дать им интернет, особенно в малых островных развивающихся государствах. И вопрос у меня в том, что есть ли какие-то особые потребности, есть ли какие-то особые усилия по тому, чтобы эти потребности удовлетворить. У нас будет еще одна сессия, перекликающаяся с этим вопросом в четверг. Но мой вопрос заключается в том, что для вас заключается в понятии инклюзивности, когда вы говорите о странах с особыми потребностями. Спасибо, Найджел. Стелла, вам вопрос. Я знаю, вы представитель молодежи. Представьтесь, меня зовут Стелла. Я занимаюсь вопросами глобального цифрового договора в рамках «Миссия.Азия». Можете ознакомиться с нашим веб-сайтом. Мы группа молодежи, и мы хотели бы услышать ваши мысли о том, как молодежь может быть подключена в процесс пересмотра работы глобального цифрового договора. Эрик, и вам теперь слово. Вы можете свой вопрос заставить. Я Эрик Верта. У меня вопрос касательно процесса ВИО и об участии коренных народов в работу глобального цифрового договора. В Канаде, например, это актуальная тема. Правительство Канады прекрасно знакомо с этим вопросом. Процесс, который дает возможность коренным народам стать частью процесса планирования, и какие перед ними стоят сложности, это как-то учитывается в вашей работе. Готов ли у нас Амар взять слово удаленным образом? Здравствуйте, говорит Амар. Мы вас наконец слышим. Меня звать Амар Фарух. Я из Бангладеш. Я принимал участие в сессии по обсуждению глобального цифрового договора, где шла речь о молодежи и детях. Тематические дискуссии были посвящены этим темам. Вопрос мой заключается прежде всего в том, что я озабочен, что недостаточно эта тема раскрыта в том проекте документа, который мы видим, и как дальше эти вопросы будут освещаться в рамках глобального цифрового договора. И в этом заключается мой первый вопрос. И вопрос о связуемости и подключенности детей к интернету, молодых людей к интернету с учетом безопасности и качественности цифровых сигнаторий. Потому что будущее, конечно, основано на этом поколении. И насколько эта тема раскрыта в ГЦД, мне не до конца понятна. Хотел бы услышать, насколько защищены права и возможности детей и молодежи. Спасибо за то, что предоставили мне слово представлять детей и молодежь. Спасибо, Амар. Новых вопросов мы пока не принимаем. Пожалуйста, не подходите к микрофону. Те, кто уже у микрофона, мы вас выслушаем. Спасибо. Меня зовут Эмма Гибсон. Я из Альянса по международным цифровым правам. Мы, в частности, обсуждаем активно вопросы гендера, вопросы сексуальности и насколько эти вопросы освещены в глобальном цифровом договоре и насколько можно здесь говорить о межсессионном подходе, когда мы работаем над гендерным равенством и учитываем интересы разных групп и разных уязвимых групп населения. Мы считаем, что необходимо внедрить феминистские ценности в глобальный цифровой договор для того, чтобы он действительно охватил всех. В том числе мы должны учитывать права человека и защищать людей, которые подвержены дискриминации по гендерному признаку, по признаку их сексуальности. Это включает в себя и свободу самовыражения, что тоже вызывает у нас озабоченность. Еще один принцип, когда мы говорим об интернете для всех, о доступе для всех, давайте также не забывать о вопросе наблюдения за людьми, вредоносного наблюдения, которое ограничивает правила. И давайте говорить о необходимости сокращения использования новых технологий для таких вредоносных практик, которые могут усугублять дискриминацию по разным признакам. Давайте помнить, что феминизм и гендерное равенство должны стать еще одним пунктом глобального цифрового договора. Время и стекло, говорит модератор. Я сожалею, что мне приходится прерывать вас, но у нас, к сожалению, регламент. Пожалуйста, вам слово, Лиз. Да, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Лиза Рэмбо. Я из организации Research ICT Africa. Я хотела бы внести вклад в процесс разработки глобального цифрового договора. Это результат консультации, которая проводилась в Африке. Некоторые из тех, кто принял участие в консультации, находятся в зале, другие не смогли подключиться. Дело в том, что мы проводили две консультации. О том, что касается подхода изучения множества интересованных сторон, но об этом было много сказано. И тот парадокс, о котором говорила Валерия. Кто больше всего страдает от неравенства множественным образом? Это те, кого, прежде всего, необходимо учесть в рамках нового процесса глобального цифрового договора. Мы даже говорим не просто о доступе к связям, мы говорим о качестве связи. В зависимости от местоположения, от гендерной предназначенности, экономического статуса, люди по-разному изыскивают доступ к интернету. И поэтому в том, что касается решений, то когда мы говорим о доступе к данным и о парадоксе неравенства данных, то необходимо решить эту проблему. Дальше мы говорили о том, что данные зависят от властей, поскольку доступ к данным зависит от правительства. Нужно работать с правительствами. В Африке мы, как пользователи технологий, не имеем доступа к данным. Как можем мы измерить доступ к данным с тем, чтобы оценить этот парадокс? Спасибо, Алиса. Меня зовут Алиса Хив, я представляю правительство Нидерландов, я в группе МАГ. Этот документ затрагивает множество интересных вопросов. Мы находимся в Киото, в этом здании. Здесь же велись переговоры по киотскому протоколу. Тогда международное сообщество впервые приняло совместное решение о необходимости действовать во имя экологии. Использование интернета приводит к повышению потребления электроэнергии. Для того, чтобы больше народу подключаться к интернету, для того, чтобы увеличить скорость, необходимо больше электроэнергии. Но здесь есть один только пункт, который упоминает экологическую устойчивость при формировании глобальных стандартов устойчивости и для того, чтобы защитить планету. Но здесь даже не упоминается электропотребление. По крайней мере, мне не удалось найти использование электроэнергии. Мне кажется, необходимо больше внимания этому уделить. Для того, чтобы у нас было устойчивое будущее на этом планете, нам необходимо сократить количество электроэнергии, которое тратится на интернет. Спасибо, Алиса. И последнее выступающее вам слово. Нет, простите, после вас еще один человек. Меня зовут Александр Кадут-Петрубин. Я координатор движения трудящихся телекоммуникационных служб. У нас 30 тысяч человек. Мы на практике реализуем то, к чему призывает глобальный цифровой договор. Мы обучаем цифровым технологиям, повышаем грамотность в школах. Мы устанавливаем точки доступа к интернету в удаленных регионах или на кухнях, где дают еду бездомным. Мы устанавливаем платформы для того, чтобы наиболее обездоленные могли получать доход с пользованием. То есть, по сути, мы как раз этим занимаемся, привлекаем всех к использованию цифровых технологий. Мой вопрос касается того, что, мне кажется, не нашло отражения в повестке IGF. Вопрос о трудящихся. Но совершенно очевидно, что необходимо защищать права трудящихся. Мне хотелось бы узнать, вплоть до саммита будущего, каким образом можем мы сделать так, чтобы ЦУР номер 8, который касается не только экономического роста, но и достойного труда. Как обеспечить участие Организации труда профсоюзов в разработке глобального цифрового договора. Спасибо. И последнее выступление. Упростите, нет, микрофон уже отключен. Но мы еще раз включим микрофон, у вас будет еще возможность выступить после этого. Меня зовут Ермин Селин. Я генеральный секретарь Союза ЭКСЭТ АРГ. Я хочу поблагодарить тех, кто находится на сцене, кто принимал участие в этой дискуссии. У меня комментарий, не вопрос. Моя точка зрения в следующем. Я считаю, что одной из целей глобального цифрового договора является предоставление безопасной цифровой среды для всех. Однако, необходимо с раннего возраста защищать детей от нарушения личного пространства и шантажа. Организации гражданского общества внесли свой вклад по этому вопросу. Один из наших чинов подготовил программу обучения по кибербезопасности и тем, чтобы обеспечить безопасную киберсреду. Для того, чтобы узнать о программе обучения по кибербезопасности, у нас будет презентация 12 числа. У вас есть вопрос? Нет, у нас комментарии. Мы хотим проинформировать вас о нашей программе по цифровой безопасности и кибербезопасности для детей. И это входит в работу по одной из целей глобального цифрового договора. Поэтому я хочу проинформировать вас о том, что такая программа существует учебная и что институты, различные организации могут воспользоваться этим. Хорошо, к вам смогут обратиться. Я хочу призвать тех, кто подходит к микрофонам, формулировать вопрос к участникам дискуссии. Я сожалею, что мы не смогли дать возможность сейчас каждому выступить. Я думаю, что у нас недостаточно времени в рамках этой сессии с тем, чтобы вы смогли ответить на все прозвучавшие комментарии, при этом еще перейти к следующему сегменту. А следующий сегмент касается дальнейших шагов. Что будет после того, как будет согласован глобальный цифровой договор? Пожалуйста. И я со своей стороны хочу добавить следующий вопрос. Мы немало говорили о содержании глобального цифрового договора. Достаточно ли мы проанализировали содержание предлагаемого саммита будущего? И если здесь разрыв, то есть наше сообщество, которое занимается цифровой проблематикой, недостаточно внимания уделяя другим аспектам саммита будущего, поскольку, например, в том числе глобальные повестки дня в области мира. Аманди, пожалуйста, я попрошу вас первым прокомментировать. Ориентируясь на будущее, что будет после процесса согласования глобального цифрового договора? На стадии обзора, как можем мы более инновационно подходить к этому? И если вы сможете ответить на вопросы, которые были заданы из зала. Спасибо большое. Вопросов было очень много. И нужно будет много времени с тем, чтобы на все эти вопросы ответить. Давайте я попробую их рассортировать по категориям. Первые вопросы касаются вопросов, которые применимы к той или иной конкретной группе заинтересованных лиц, например, дети или малое странное государство и так далее. И я согласен с вами. Да, мы работали с конкретными целевыми группами, например, молодежь. У нас у генерального секретаря есть специальное послание по молодежи. Например, Амуль Амар, который выступал ранее, является хорошим примером как раз участника в глубоком энергетическом обзоре в рамках цифрового договора от молодежи. Вторая группа вопросов касается устойчивости. После тематических вопросов модераторы перечислили сквозные стратегические вопросы. Эмма, в субботу я вместе с вами принимала участие в встрече. Мы говорили о гендерной проблематике, говорили о том, что это очень важный вопрос для генерального секретаря ООН. Но это важно не только с точки зрения глобального цифрового договора, но нужно знать о том, что все происходит в других областях. Например, конвенция по правам женщин, ликвидация декриминации отношений женщин комиссии удалось добиться большого прогресса, например, в этом году. Далее перехожу к этому сегменту, который касается будущего. Мне очень нравится то, как называется эта сессия «Глобальный цифровой договор и будущее». Нужно действительно задуматься над тем, что произойдет после того, как он будет принят. Я уже говорила об экосистеме. Я надеюсь на то, что итог нашей работы будет соответствовать нашим амбициям. Вопрос в том, каким образом мы сможем соответствовать этой заданной планке и чтобы последующие шаги им соответствовали. Да, были представлены определенные соображения уже в этой связи. В публическом документе стремимся стимулировать дискуссию, когда возобновится этот процесс. Мне кажется, что очень важным замечанием по вчерашнему выступлению является следующее. Нам необходимо лучше все объединить и ни в коем случае не закукливаться каждому в своей области и обеспечить подотчетность. Когда мы говорим о подотчетности и правительстве частного сектора, когда мы говорим о том цифровом будущем, к которому мы стремимся, я думаю, что это будет очень интересная дискуссия, но просто не будет. Просто не будет, потому что это, если нет, часть информационной парадигмы. Пол, вы как раз об этом говорили. Мы не можем почивать на лаврах. Интернет растет, растет число пользователей и меняется число пользователей. Потоки данных по-другому направляются в мире. Большинство новых пользователей – это те, кто подключаются не в Северной Америке, не в развитых странах. Это новое изменение. Как это повлияет на интернет, как повлияет дальнейшее развитие искусственного интеллекта, другие новые технологии. Поэтому нам необходимы более быстро реагирующие сети. Именно поэтому процесс ВОЕ плюс 20 как раз позволит нам расширить участие в обсуждении на уже существующих площадках. И давайте сделаем так, чтобы представители правительства, представители частного сектора, гражданского общества, научных округов могли бы достойным образом принять участие в этих дискуссиях с тем, чтобы помочь нам преодолевать эти проблемы. Да, действительно, Андип, Вы вышли из регламента. Вопросов было много, я признаю. Но я, тем не менее, попрошу Вас придерживаться регламента по мере возможности. Валерия. Да, позвольте мне отреагировать в том, что касается механизма обзора по уставу права человека по культурным правам, по интернет-управлению. Должны быть основы для оценки свободного, безопасного цифрового будущего. Поэтому любой механизм обзора должен опираться на периодические проверки, на цели устойчивого развития, на системе отчетности, на обзоры, на реализацию планов действий по ВИИ плюс 10 и 20. Необходимо также учитывать существующие инструменты, такие как показатель универсальности ЮНЕСКО. Это связано с другими направлениями саммита будущего, потому что в них также есть цифровые компоненты. Поэтому для того, чтобы быть реализованными, глобальный цифровой договор должен создать необходимый финансовый механизм и укрепить приверженность навыкам цифровой инфраструктуры и наращиванию регуляторного потенциала стран. Нам необходимо обязательства со стороны международных финансовых учреждений, репарации за данные, которые были украдены у людей в рамках их взаимодействия, а также репарации природы и репарации за использование знаний коренных народов. Далее, в том, что касается налогообложения, то необходимо налогообложение в отношении больших технологических компаний для того, чтобы реализовать на практике глобальный цифровой договор. Ну и, наконец, IGF должен продолжать работу, необходимо укрепить IGF, а мандат должен быть продлен для того, чтобы способствовать цифровому сотрудничеству, для того, чтобы сократить разрыв между процессами принятия решений и создать пространство для взаимодействия и участия множества заинтересованных сторон. Рауле, вам слово. Но, прежде всего, глобальный цифровой договор и саммит будущего будет прекрасной возможностью для правительства создать новые бюрократические структуры, которые усложнят процесс участия малых стран, развивающихся стран. Уже тут говорили о том, как трудно принимать участие в малой стране, например, в небольшой стране Карибского региона, очень трудно принимать участие во всех этих международных процессах. Далее, когда нет таких возможностей принимать участие во множестве параллельных процессов, что делать? Я уже говорил о том, что повестка IGF соответствует тому, что заявлено в глобальном цифровом договоре. Поэтому нужно угребить IGF с тем, чтобы он мог продолжать развиваться вместе с возникающими проблемами. Это было бы хорошо для всех. ООН выполняет важную роль, повышая участие в механизме с участием множества заинтересованных сторон. Интересно также, что ООН – это организация, которая лучше всего могла бы это сделать. Но для того, чтобы растормошить правительство, нужно сказать, что в конечном итоге, конечно, эти решения будут приняты правительствами. А это значит, нужно им помочь и не допустить увеличения государственного контроля в цифровом управлении. Нам не нужно большего контроля со стороны правительства. Нам нужно больше контроля со стороны множества заинтересованных сторон. И при полном и полноценном участии всех заинтересованных сторон в процессе формирования политики. Именно поэтому мы тут находимся все. Именно поэтому мы участвуем в этом процессе. Именно поэтому нам необходимо более активное участие заинтересованных сторон. И именно это я имею в виду, когда говорю о том, что правительству следует растормошить. Спасибо, Этенге. Мне кажется, очень многое из того, что здесь было сказано, звучало и на сессии о будущем интернета. В будущем интернета мы говорили о свободе, о том, что необходимо обеспечить соблюдение прав каждого человека. Если мы здесь сможем, например, более широко посмотреть на происходящее, то мы тогда сможем отреагировать на все вопросы, которые были заданы. Спасибо. Большое спасибо, Этенге. Пол. Спасибо, Генриэта. Очень много было вопросов задано, и очень многие вопросы касались именно инклюзивности. Я думаю, что большинство вопросов касалось так или иначе о включении молодежи, детей, бездомных, малых островных государств и их участие в использовании интернета и в процессе глобального договора и процессов управления интернетом. Вот такой запрос существует от маргинализованных групп. Вопрос в том, можно ли на этот вопрос ответить здесь, в зале. Но тот факт, что эти вопросы задаются в этом зале, говорит о том, как мощна эта модель, с участием множества централизованных сторон. По сути, то, что происходит здесь и происходит уже 18 лет, конечно, не идеально. Никто не говорит, что эта система идеальна. Однако, тем не менее, это та самая площадка, которая необходима для того, чтобы глобальный цифровой договор смог провести последующую работу по обзорам, проверке и так далее. Именно поэтому я предлагаю расширить этот мандат. И, безусловно, нет необходимости в дублировании. У нас есть сообщества с участием множества заинтересованных сторон, которые готовы обсуждать укрепление IGF и говорят об этом уже достаточно давно. К этому призывал также Евродик. Мы также надеемся на то, что IGF будет в дальнейшем проводить свою работу, расширять свою работу, использовать огромный потенциал, который находится в этом зале. Я говорю и о людях, которые принимают участие в работе этого сообщества и о тех процессах, которые существуют в сообществе и так далее. Поэтому нужно говорить о будущем, которое не просто является дублированием прошлого, не просто продублировать, а продолжать работу, развиваться. Спасибо. Большое спасибо, Пол. У нас остается время на три комментария из зала. Из зала или от удаленных участников. Джинет выходит к микрофону. Второй раз подходит к микрофону. Анрита, попросите, пожалуйста, есть ли у нас комментарии от удаленных участников? У меня опять нет связи. Зачитайте. Хорошо, зачитайте комментарии. Пожалуйста, Джинет. Джинет Хоффман, профессор интернет-политики. Я из Германии, из Берлина. Многие вопросы, которые пока были подняты, мне кажется, в той или иной степени входят в сферу деятельности IGF. Поэтому я согласна с Полом относительно того, что IGF и глобальный цифровой договор связаны. Мы немало говорили о фрагментации интернета. Нам необходимо также и обеспокоиться вопросом фрагментации управления интернетом. Спасибо, Джинет. К сожалению, мы вынуждены закрыть очередь слева от меня, вам слово, я из Гамбии. Мне хотелось бы обратиться к участникам со следующим вопросом. Когда мы проводили консультации по глобальному цифровому договору в Гамбии, мы привлекли всех, в том числе представителей правительства. Мне хотелось бы узнать, как вы относитесь к этому. Мы сочли необходимым привлечь правительство. Большое спасибо. А справа от меня. Здравствуйте. Спасибо. Меня зовут Лаура Перера. Я представитель молодежи Бразилии. Мой вопрос стоит в следующем. Тут звучала критика относительно того, что эта этикетка, процесс участия множества заинтересованных сторон, применяется к многостороннему процессу, как если бы это было синонимом общественной консультации. Мы знаем прекрасно в нашем интернет-сообществе, что модель с участием множества заинтересованных сторон куда шире консультации, однако это и порой одно понятие подменяется другим. Можем ли мы использовать модель глобального цифрового договора на платформе GF для того, чтобы возобновить стандарты и разработать обновленные стандарты для того, чтобы определять, какой процесс является подходом с участием множества заинтересованных сторон, а какие ими не являются? Мне кажется, что это очень важно с точки зрения всего IGF. Спасибо. Я из Озетской Писи. У меня вопрос к командипу. Два замечания. Во-первых, как вы считаете для глобального цифрового договора, как вы обрисуете сценарий успеха и сценарии провальные, скажем, через два года, если мы будем определять успех или провал? Спасибо. Если у нас комментарий онлайн от Уильяма Джейка, он согласен с Раулем, нет необходимости в новых бюрократических структурах по управлению интернетом, который будет конкурентом IGF с точки зрения ресурсов внимания. Нам нужно продлить или обновить мандат IGF и укрепить процессы. И этот комментарий, эта мысль уже неоднократно звучала. Спасибо. И очень короткий комментарий от господина, который стоит слева от меня. Короткий комментарий. Очень короткий. Хорошо. Пожалуйста. Большое спасибо. Ибо мы немало говорили о содержании глобального цифрового договора, о механизме подотчетности. Мы во многом согласны, только проблема всегда с применением, когда особенно развитые страны не несут никакой ответственности перед развивающимися странами за наращивание потенциала и за применение этого глобального цифрового договора. Большое спасибо. Очень важное замечание. Времени у нас немного. Поэтому я хочу попросить вас выступить с короткими завершающими заявлениями. Каждому из вас могу дать одну минуту. За эту минуту отреагируйте, пожалуйста, на то, что было сказано только что в рамках последнего раунда. Пол. Мне кажется, что интернету нужно вручить Нобелевскую премию за то, как он служил человечеству во время пандемии. Мне кажется, что ковид стал великолепным примером того, что цифровые возможности мира смогли великолепным образом отреагировать на эту угрозу человечеству. И говорю не только о связи, но и о том, как это служило науке. И поэтому я считаю, что интернет действительно жизненно необходим человечеству. А, соответственно, необходимо решить не только вопросы цифровые, но и связанные с этим нецифровые вопросы. В противном случае мы лишь переставляем стулья вместо того, чтобы построить новые структуры. Нам необходимо использовать цифровые решения для построения, создания нецифровых итогов, если хотите, не цифровых результатов. Думаю, что у нас прекрасная возможность создать такие руководящие рамки для всех тех, кто занимается определением политики и других заинтересованных сторон. Необходимо это сделать сейчас, сделать это своевременно. Мы уже видели, какое значение имеет интернет. Мы знаем, что нам необходимо создать более инклюзивное будущее. Будущее, которое позволяет создавать более инновационные программы. И этим мы сейчас занимаемся. Я раньше занимался сам формированием политики. Я помню, как мы тогда беседовали с представителями гражданского общества заинтересованными странами. И это всегда давало хорошие результаты. Иногда правительство не допускает гражданского общества к обсуждению. Но нам есть чему друг у друга поучиться. Спасибо, Рауль. Спасибо, Хорхе. У каждого заинтересованной страны, на каждой заинтересованной стране лежит огромная ответственность. На правительстве, например. Потому что они должны заниматься ускорением инновационного процесса, создать благоприятные среды для построения более равноправных и инклюзивных моделей развития. И создание более позитивных возможностей для всех в мире. И эта дискуссия прекрасна возможности это подчеркнуть. В том, что касается самого процесса, однозначно, что нам необходимо расширить возможности участия заинтересованных сторон в процессе формирования глобального договора, подготовки саммита будущего. И, безусловно, в том, что касается укрепления IGF, необходимо сохранить IGF в качестве центральной площадки, где обсуждается все эти вопросы в преддверии саммита будущего. Спасибо, Рауль. Мы все знаем о несправедливостях, которые сейчас существуют. И мы признаем все проблемы. Диагноз у нас уже поставлен. Мы признаем, что для того, чтобы приобрести какую-то власть и контроль над тем, как формируется политика, нам нужно, чтобы государства сами принимали участие в работе, чтобы государства и члены принимали участие в работе глобального цифрового договора и формулирования документов, которые будут формировать наше будущее. И только тогда можно будет равномерно распределить преимущества и обеспечить всем достойную жизнь. Ну, я думаю, что институциональные здесь процессы решают то, как будет сформирована рабочая структура глобального цифрового договора. Но мы хотели бы видеть феминистское, устойчивое, трансформативное видение цифрового будущего. Спасибо, Валерия. Амандип, вам последнее слово. Мне хотелось бы отметить, что здесь говорили о подотчетности. И я думаю, что сомнений не возникает в том, что чем больше сложности возникают перед нами, тем больше нам нужно вовлекать людей. В данном случае мы смотрим на недостаточные ресурсы, на недостаточную вовлеченность в процессе решения этих проблем. И я думаю, нам нужно добиться подотчетности и справедливости в вопросах управления, с тем, чтобы не было барьеров для участия. Рауль говорил о том, что 160 с лишним стран должны принимать участие во всех форумах, принимать участие в том, чтобы мы разрабатывали общую перспективу, которая сделает нашу жизнь лучше. Но при этом лишь несколько стран, лишь несколько организаций имеют ресурсы, которые позволяют им принимать участие в разных форумах и в разных элементах дискуссии. Что мы можем сделать? Мы можем обозначить существующие разрывы, которые являются критическими, как уже отмечается в выступлении генерального секретаря по вопросам управления искусственным интеллектом. И на основании этого можно разработать инициативы, укрепляя существующие инициативы и опираться на работу группы по управлению IGF. Я хочу еще несколько слов сказать. Буквально одно предложение. Неудача – это неиспользование возможностей, это неспособность увеличить наши амбиции, а успех – это противоположное. Давайте добиваться успеха. Спасибо, Амандип. Мне кажется, что это сообщество готово принять вызов. Спасибо всем за то, что позволили нам вместе с вами поразмышлять, предоставили нам возможность использовать ваши ресурсы. Анриат, пожалуйста, заключающее слово. Времени особо не остается, но хочу сказать, что нельзя смиряться с существующими неудовлетворительными ситуациями. И нам нужно продолжать улучшать процесс управления. Это должен быть процесс как многосторонний, так и основанный на участии многих заинтересованных сторон. Давайте обеспечим это сотрудничество на всех уровнях и во всех контекстах. Теперь по контексту. Я думаю, что действительно существует вызов. И о нем достаточно уже говорилось на платформе глобального цифрового договора, когда мы говорим как о вопросах управления, так и о вопросах технологии и технологичности. Я думаю, что саммит будущего продолжит освещать этот вопрос в контексте ЦУР, не забывая о необходимости их достижения. Я думаю, что на будущее можно сказать, что мы должны создавать благоприятную среду, как это и говорится в документе, в итоговом документе ВВИО. И давайте на основе этого документа говорить о строительстве благоприятной среды для дальнейшей работы. Давайте не забывать об этом. Это и есть основа инклюзивности. Вопрос не только в том, что мы обсуждаем в данный момент в рамках цифрового договора, но и будущие сложности, которые возникнут на нашем пути. Спасибо всем за отличный вклад в работу нашей группы, в наше обсуждение. И прошу прощения у всех тех, кто не успел взять слово. Спасибо. Аплодисменты